В Чечне резко ужесточили контроль за безопасностью на дорогах. Личное распоряжение Рамзана Кадырова. За сутки выписали почти тысячу штрафов и эвакуировали 700 машин. Причём неплательщики могут расстаться со своими автомобилями навсегда. Репортаж Артура Мустаева. Не прошло и суток. Масштабная кампания по зачистке дорог от нарушителей уже дала впечатляющие результаты. В республике начались массовые рейды в усиленном составе. В них вместе с сотрудниками ГИБДД вышли и судебные приставы. Каждый автомобиль, который останавливали инспекторы, проверяли предельно тщательно. Все пробиваются на розыск, на ограничения, на утилизацию полностью. И по объяснению практики штрафы тоже мы пробиваем полностью на месте. Выписано 900 протоколов, а без малого 700 автомобилей задержаны. Это значит, что их владельцы настолько часто игнорировали правила дорожного движения, что в их отношении уже возбуждены административные дела. При этом расплачиваться за нарушения водители не спешили. А теперь придется, чтобы не попасть на спецстоянку ГИБДД, штраф необходимо оплатить в течение часа. Конечно же, никакие меры не дадут положительных результатов, если же участники дорожного движения не поймут, что эти меры принимаются ради сохранения самого главного человека, это сохранение жизни и здоровья. Ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовала вмешательства на самом высоком уровне. Усиленные меры безопасности на дорогах республики ввел лично глава Чечни. Сразу после страшного ДТП в Гудермесе, когда погибли 7 человек, Рамзан Кадыров созвал экстренное совещание. На нем присутствовали и представители духовенства. Необходимость дисциплины на дорогах готовы разъяснять даже в мечетях. Происходящее на дорогах глава республики назвал национальной трагедией. Сегодня и так нас мужская половина, так скажем, 30% мало, чем женщины. Это тоже большая беда для нашего народа, поэтому мы должны принимать решения. К жесткому подходу властей в этом вопросе в республике отнеслись с пониманием. Претензий не было ни у водителей, ни у пешеходов. Я более чем одобряю такие меры. Я считаю, что давно нужно было уже предпринять подобные меры. Особенно обидно, очень жалко догибнуть дети. Я считаю, что те меры, которые предпринял, предпринимает глава нашей республики, правильные, необходимые, нужные и своевременные. Я очень поддерживаю такие меры. Лучше нескольких нарушителей лишить автотранспорта, это будет примером остальным, чем от их езды будут страдать все участники дорожного движения. Кажется невероятным, но всего за сутки с должников удалось взыскать почти 400 тысяч рублей. Причем водители призывали погашать и ранее наложенные штрафы. По словам Рамзана Кадырова, это меры радикальные и экстренные. И они могут быть изменены в зависимости от ситуации. Но пока усиленные рейды на всех главных улицах городов и районов республики продолжатся. Особые меры безопасности будут действовать, пока ситуация на дорогах не изменится в значительной степени. В ГИБДД заявляют, что в борьбе с нарушителями будут рассматривать любые предложения. С начала года в республике в ДТП погибли 106 человек. Артур Мустаев, Зелимхан Бунтышев, Вести, Чеченская Республика.